Это что такое? Ну тушили, они же меня пытались постричь, понимаете? Ну сегодня, почему мы задержались? А ну давай по порядку. Он понимает, даже не смотрит. Кого понимает? Секунду, Руслан, на лице, это что, под правым глазом? Сегодня утром пришел начальник... 6 грудня сегодня. День украинской армии. Украинской армии, похоже, еще и псов матью садил. Пришел начальник 35 колонии по наточке. Увидел меня в таком виде, а меня вчера в баню почему-то забыли сводить. И он дал приказ своим псам меня побрить и постричь. Я сказал, ну извините, сейчас за мной приедет конвой. В баню вы меня хотите запереть, а потом в холодную ворону. Я в 100 пудов заболел. Ну меня ж никто не слышит. Он сказал, мне дали приказ и все, я супер военный. Ну и начало меня 10 человек крутить, вертеть, само собой я начал сопротивляться. Вот в результате вы видите. Так, давай по порядку все поближе. Подними сюда ногу. Это что? Ну били меня по ногам. Чем? Своими руками и палками. Вторую ногу. Ох, серьезно били. Где еще телесная? Шею показывай. Шею показывай. Это что такое на шее? Ну они полотенце, завязали полотенце мне, держали голову, чтобы я не дергался. Они... Чтоб выбрати голову? Да. А для чего же выбривати? Там же и так 3 миллиметра. Вот и я говорю, у меня волосы. У меня чуть-чуть волоса. Зачем меня брыть? Я об этом вам говорил и раньше. Помните, что чуть-чуть волоса они заставляют меня брыть. Зачем брыть? Брыть? Конечно, Матюса и Пиховского. Пиховский... Я на Пиховского написал заявление, что он коррупционер и крыса, который у меня и у моих бойцов украл личных вещей больше, чем на 100 тысяч. Мы требуем... Верните наши вещи. Какие бы мы ни были, хорошие, плохие для вас. Есть закон, который распространяется на всех. Или у нас закон, получается, распространяется на всех в том случае для юридических лиц. Юридически, а для физических лиц физически распространяется закон. Нас нужно пусать, долбить. Вот я сегодня не буду возвращаться в эту колонию. Меня не задолбали. Во-первых, в холодильник меня... Я неделю не ем. Меня там травят, потому что все продукты ложатся непонятно где. Потом я беру эти продукты, я вижу там проколы шприца. Скажите, почему там проколы шприца и волки? Что туда загоняют? А потом у меня поджелудочная, я неделю в эту не ем ничего, блюю и лежу, у меня поджелудочная вылазит. А что стоит туда добавлять просто ртути с градусника, скажите? Что стоит, правильно? Или еще какого-нибудь тяжелой воды из Чернобыля, привезли баночку и по капельке добавляй мне в молочку. А потом я задыхаю, неделями лежу. Я прошу, у меня есть маленький холодильник, поставьте мне маленький холодильник в камере. У меня там инсулин, у меня там глюкоза лежит. Они должны лежать всегда под рукой, всегда в холодильнике. Что я требую не так? Маленький холодильник, он 50 сантиметров. Но опять же, этот начальник по наточке выполняет все приказы Макьюса и Пеховского. Ему наплевать на меня, потому что я для него просто мясо. Потому что у него есть хозяева, Макьюс, который военный прокурор, который на Брабусе ездит бронированным. Вот такие вот дела. И сегодня я возвращаться, пусть меня тянут силы, я возвращаться в эту колонию не буду. Вы там незаконно, начнем с того, что вы там незаконно знаходитесь. Ну, это никто не возвращает меня. Но вы видите, что сегодня, так, уповноваженных справ людей нет. Если у себя что-то там падает в обморок на Сетири, но тут ее нет по справе. По справе она не втручается абсолютно. Значит, никакой своей линии не показывает. Суды просто узурповали и думают, что они уже все назавжди. Значит, а нас они сейчас просто хотят выключить из процесса. Конечно. На меня уже две скарги. Я сейчас их покажу, ознайомлю. И запропоную вам дать пояснение, что до этого. Значит, я то, конечно, все это переживу. Я то все это переживу. И вы переживете. Но держитесь просто. Понимаете? Вас просто хотят сломать морально. Морально. Понимаете? И все. Но вы не понимаете, что их дни уже остались. Есть телоснежка еще? Лечение. Интересно. Есть еще? Я вот. Показывай. Показывай. Ну, освободи руки. Давай зафиксируем. Все зафиксируем. Сейчас мы это сделаем. Показывай. Поближе. Руслан. Поближе ко мне. Это что такое? Объясни. Они пытались наручниками меня растянуть вот так вот на земле. Руслан. Ну, на шее красное. Я снял. Накинули простынь на шею. Душили. А остальные держали его. Я ж брыкался. Я не давал. Я сказал, у меня нормальная окончательность. Зачем меня брить на лысо? Зачем меня брить на лысо? Я не хочу. Я имею право. Я имею право. Я имею право. Я не хочу. Я имею право. Побрыться меня вчера не вывели в баню. Я теперь понял почему. Потому что сегодня с утра приготовил для меня вот такую баню. Вот такие дела. На теле есть что-нибудь? Да нет. Мяля-мяля. Хорошо. Обовязково сейчас в суде заявить этот протокол про нанесение телесных ушкоджек и продемонстрируйте. Юрий Анатольевич, да что им толка? Нет, нет, там протокол пишется. Пишется протокол. Сейчас что-то сделаем. Музыка